Этот робот, похожий на гигантское насекомое, каждый день осматривает парк в итальянской Пизе. Учёные наделили его искусственным интеллектом и оснастили датчиками и камерами. Теперь он выполняет рутинную работу вместо ботаников. Задача робота – следить за здоровьем растений. Он также измеряет высоту деревьев и обхват их стволов. Каждые два часа умный аппарат возвращается на базу для замены батареи. «Такой робот свободно перемещается в лесу. Его ноги двигаются так же, как у животных. Поэтому он очень проворный и может ходить даже по неровной и пересечённой местности». Робота можно запрограммировать, но он способен работать и автономно. Собранные сведения поступают к ботаникам. Они проводят исследования, после чего выкладывают результаты в общую базу данных. Она доступна для учёных всех европейских стран. «Важно и то, что робот проверяет, где растениям причинён вред. Это могут делать животные, которые попали не в свою среду обитания. Например, кабаны могут испортить почву и повредить мелкие растения, что в будущем отразится на всей местной экосистеме». Подобные роботы также облегчают труд исследователей моря. Аппараты можно погружать на глубину более тысячи метров. С помощью полученных данных учёные создают 3D-модели морского дна. Сезон лесных пожаров в Калифорнии с каждым годом становится всё длиннее и суровее. В этот раз снова предстоит тяжёлая битва. Крупнейший в этом году пожар для штата уже уничтожил территорию, равную половине площади Сан-Франциско. Местные спасатели дежурят круглосуточно, пытаясь сдержать пламя. Капитан пожарной охраны Джарри Тебетт с 10-летним опытом возглавляет команду из трёх человек. «В некоторые дни чувствуешь полное истощение, особенно когда работаешь всю ночь в 24-часовую смену и не спишь. Это нелегко, не для слабонервных». По данным Департамента лесного хозяйства, пожар уничтожил более 25 домов. Однако, благодаря суточным сменам, его частично удалось локализовать. «Каждый сезон хуже предыдущего. Дел не в проворот. Каждый год я участвую в трёх-четырнадцатидневных операциях. Это будет долгое лето». Так называемый «дубовый» пожар начался в конце прошлой недели. Сейчас он двигается на север к национальному парку Сьерра. А вот роще гигантских секвой в парке Йосемити теперь больше ничего не угрожает. Между тем, тысячи людей были эвакуированы. «Настоящее бедствие. Это мой первый пожар. Соседи сказали, давай, Шерри, нам нужно выбираться. Я пыталась забрать кошку, не могла её поймать. Я очень расстроилась, переживала. Это происходит впервые за четыре года. Я расплакалась, и меня просто трясло». Метеорологи говорят, что 15 из 20 самых разрушительных пожаров в истории Калифорнии произошли с 2015 года. Идти в жару по джунглям – занятие утомительное, но эти туристы готовы потерпеть. Наградой станет встреча с горными гориллами, которых в Уганде всего тысяча. И примерно половина обитает здесь, в заповеднике Бвенди. Подойти на близкое расстояние к этим редким животным можно только благодаря многолетней работе рейнджеров. Они находят семейство горилл и долгое время держатся рядом. Сначала животные прогоняют людей, иногда нападают. Потом постепенно привыкают, поскольку не чувствуют опасности. Процесс длится два-три года. «Увидеть горилл очень легко. Они запросто подпускают человека. Мы контактировали с большим семейством так долго, что они привыкли к людям». Поиск семейства горилл может занять несколько часов. Потом туристам даётся час, чтобы понаблюдать за животными. Ближе чем на 10 метров подходить нельзя. Гориллы могут заразиться от людей инфекционными болезнями. Некоторые путешественники приезжают сюда уже не первый раз. «Можно подумать, что встреча с гориллами будет такой же, как с любым другим животным – с шимпанзе или львом. Но это не так. В гориллах есть что-то совершенно особенное, что просто невозможно описать словами». Первое семейство горилл рейнджеры приучили к близости человека в 1993 году. Лицензия стоила 300 долларов. Сейчас таких семейств в 23. Лицензия на приручение каждого обошлась в 700 долларов. Развитие туризма важно не только для заповедника. Местные жители также получают доход. Эта танцевальная группа выступает каждое утро перед экскурсией. Кроме того, угандийцы продают сувениры ручной работы. Горные гориллы – подвид восточных горилл, занесённых в Красную книгу. В 80-х годах он почти исчез. Сейчас в дикой природе насчитывается 1600 горных горилл. Они живут только в трёх странах – Уганде, Руанде и Демократической Республики Конго. Полуразрушенные динозавры, модели роботов и ржавеющие аттракционы. Такой апокалиптический пейзаж открывается в заброшенном парке развлечений в турецкой столице. Анкопарк открыли всего три года назад в преддверии выборов. Это была пышная церемония, на которой присутствовал президент Таип Ардаган. Тогда он обещал, что ежегодно этот парк будет приносить по 10 миллионов долларов дохода. Впрочем, центр развлечений закрыли всего через 8 месяцев из-за огромных финансовых потерь. Теперь оппозиционные партии на примере Анкопарка пытаются доказать, что нынешнее правительство попусту тратит бюджет. В данном случае более 800 миллионов долларов. «Здесь могли построить 15 тысяч социальных квартир или 300 студенческих общежитий». После банкротства парка два года продолжалась судебная тяжба. В итоге в июле право распоряжаться Анкопарком передали оппозиционной Республиканской народной партии, у которой в Анкаре большинство. При этом правящая партия Эрдогана обвиняет мэра в том, что он сначала саботировал проект, чтобы тот обанкротился, а потом позволил парку прийти в состояние, в котором он находится сейчас. Территория, на которой расположился центр аттракционов, по площади равна 120 футбольным полям. Администрация города обещает решить, что с ним делать в ходе консультаций с местными жителями. Тонны воды сбрасывают вертолёты на горящий заповедник «Чешская Швейцария» в Чехии. Пожар начался в понедельник. Сначала огонь охватил 30 гектаров леса, и пожарные смогли локализовать пламя. Однако засуха и сильный ветер раздули его снова. Огонь уже выжег территорию в тысячу гектаров и продолжает распространяться. «Пожар тушат примерно 500 человек. Им сейчас нелегко, поскольку трудно даже просто идти по этой сложной местности». С воздуха огонь тушат шесть вертолётов и два самолёта. Помощь Чехии предложили Италия, Польша и Словакия. Из близлежащих посёлков эвакуированы 300 человек. Несколько домов сгорели. Пострадавших среди местных жителей нет, но четверо пожарных попали в больницу. Дым распространился в радиусе 100 километров и достиг Праги. Огонь угрожает и немецкому заповеднику, граничащему с чешским. Он называется «Саксонская Швейцария». Там эвакуировали несколько десятков детей из летнего лагеря. Оба природных парка находятся в Эльпских Песчаниковых горах. На территории Чехии из-за пожаров оказались под угрозой правческие ворота. Это естественная арка из песчаника. Там снимали несколько сцен фильма «Хроники Нарнии». Сильная жара на прошлой неделе вызвала лесные пожары на большей части Южной Европы. На этом предприятии в Шанхае делают лёд без остановки. Весь июль в коммерческой столице Китая стоит жара. Температура даже ночью почти 30 градусов. Спрос на ледяные блоки вырос вдвое. В последние годы в Шанхае не было такой жары. На предприятиях сейчас используют много льда. Рабочие отдыхают всего 2-3 часа в день. Несмотря на близость льда, прохлады не чувствуют. Им приходится грузить в машины блоки весом 40 килограммов. Лёд покупают заводы, а также рыночные торговцы. Кроме того, появились новые клиенты. Это администрации города и районов. Они закупают ледяные блоки для пунктов по тестированию на COVID-19. Там в основном работают волонтёры. В жару им приходится целый день ходить в масках и защитных костюмах. Шанхайское предприятие поставляет лёд и в другие города, где стоит жара. Может ли музыка действительно оказать влияние на поведение свиней? Бельгийский фермер Пьет Пайсманс уверен, что да. Самые большие хиты – это весёлые танцевальные песни. Они начинают вилять хвостиками. А когда музыка динамичная, они даже пританцовывают и резвятся». Фермер составил плейлист для разного времени. Например, утром свинкам проигрывают что-то активное и весёлое. А в конце дня играют колыбельную. «Рок-музыка слишком агрессивная, она им не нравится. Она даже вызывает у них стресс, оказывает негативное влияние. Поэтому очень важно, какую музыку вы играете». Открытие Пьета заинтересовало учёных. Группа исследователей уже получила около 77 тысяч долларов из фонда ЕС на исследование того, как музыка влияет на свиней. Уже существуют доказательства, что разные звуки оказывают разное влияние на животных в целом. «Музыка может снижать уровень стресса у животных, предупреждать неестественное поведение». А фермер надеется, что его открытие поможет мясной индустрии. «Стресс – это плохо. Он вызывает агрессивное поведение. Свиньи также хуже растут. Это можно сравнить с профессиональным спортсменом. Ему нужно быть в наилучшей форме не только физически, но и психологически. То же самое у свиней. Когда их забивают, сразу видно, кто из них переживал стресс. Качество мяса хуже». Результаты исследования обещают обнародовать в конце этого года. Гребля стала спасательным кругом для этих чилийских женщин. Все они перенесли операцию по удалению раковой опухоли молочной железы. Сейчас для них важно физическое восстановление. «Повторяющиеся круговые движения активизируют лимфодренаж в руке. Во время операции в ней удаляют лимфатические узлы». Без лимфатических узлов возникает застой лимфы и ухудшается циркуляция крови. Рука опухает и теряет подвижность. Гребля помогает предотвратить такое состояние. Кроме того, женщины поддерживают друг друга морально. «Никто не поймёт, что у нас на душе лучше нас самих. Стоит только посмотреть человеку в глаза и видишь, мучается ли он от боли или беспокоится о чём-то». Женщины говорят, что гребля и время, проведённое на природе, помогают исцелять тело и душу. Теперь они планируют участвовать в международных соревнованиях по гребле в Бразилии, которые пройдут в октябре. Редактор субтитров А.Семкин